Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Иван, ситуация в Молдове напряженная. Стали известны подробности попыток захватить власть в Молдове. Президент Майя Санду рассказала о подробности беспорядков, которые готовили россияне. Раскрыть этот план Кишинева помогла Украина, украинская разведка. Вот неужели Молдова следующая, как вы считаете? Ну, для Российской Федерации, если бы Молдова вышла бы из сферы интересов Европы, из орбиты Европы, то для Российской Федерации это был бы самый лучший момент за последний год. Что бы они смогли это сделать? Давайте следить за руками. Если смещаются действующие правительства, становятся во главе правительства пророссийские политики, или пророссийские политики, то одновременно тогда происходит единение пророссийского политика Тюкума вместе с непризнанной Приднестровской Республикой. И тогда открывается доступ российским войскам для переброски третьими маршрутами с использованием авиации, разной техники, людей в Молдову и открытие второго-третьего фронта против Украины. То есть удар в Одессу и в расчете на то, что Украина просто-таки не выдержит открытие еще одного очередного фронта. То есть фактически хотели Молдову превратить в такую себе Беларусь, еще один такой плацдарм, с которого можно наступать? Да, наступать, обстреливать, вести обстрелы территории Украины. То есть что у нас получается? Винницкая область, Одесская область. Возможно проводить какие-то провокации, отправлять диверсионные группы для того, чтобы подрывали различные коммуникации, следили за перемещением военной техники и так далее. То есть расчет на то, что Украина просто замахается, отбивается со всех сторон. Север, восток, юг. Тут уже получается юго-западное направление. То есть со всех сторон атакуют Украину. И вот расчет такой, что Украина быстро падет. Давайте вернемся к тому, что происходит в Украине. По данным украинского генштаба, на прошлой неделе ВСУ уничтожили рекордное количество российских солдат. Речь идет о цифре 6 180 человек. Может ли это свидетельствовать, что так называемое большое наступление россиян уже началось и просто захлебывается? Или нам все-таки ждать еще какого-то броска? А вот британская разведка говорит, что для оперативного прорыва у россиян нет ни сил, ни средств. Да, я тоже ознакомлюсь с этими данными, что якобы для большого прорыва у Российской Федерации нет накопленных сил, средств. Это количество бронетехники, это количество топлива, боеприпасов, людей, это госпитали, это все вот эта логистика. Данные разведки говорят о том, что у Российской Федерации это все не готово. И я склоняюсь к мыслю, что российское наступление происходит по большей своей мере с колес. От этого оно не становится каким-то менее важным или менее разрушительным. Оно разрушительное, оно важно, оно опасно, но оно происходит больше с колес. Приехали люди, разгрузились с поезда вперед. Приехали люди, разгрузились вперед. Вот мы видели даже на прошлой неделе наступление российских войск на отдельных направлениях. Просто колонны, просто танки, бронированная техника. Они просто едут среди бела дня через поле, на минное поле наезжают, подрываются. Где они подрываются сами, там помогают наши военные. И вот так вот заканчиваются вот эти наступления. Ну вот продолжение ваших слов, наверное, русская служба BBC сообщает, что почти половина погибших российских мобилизованных, на имена которых она установила, погибли уже в 23-м году. Вот о чем это говорит вам, как военному эксперту? Подтверждают вы те слова, о которых вы говорите, что они просто с колес в бой, прямо на минное поле? Смотрите, давайте так. Когда началась мобилизация в Российской Федерации? С сентября 22-го года. По-моему, 21-го сентября, если не ошибаюсь. То есть давайте считать. Мы уже видели, как погибают люди, российские военнослужащие. Очень познавательно смотреть на вот эти вот некрологии. Такой-то, такой-то родился в селе, жил, женился, крестился, женился, мобилизировался, погиб в ноябре. Сентябрь мобилизировался, в ноябре погиб. Это говорит о том, что с подготовкой у этих людей была проблема. Большая проблема. То есть 6 тысяч человек, которые погибли только вот в 23-м году. Это говорит о том, что даже если они 1 октября приехали на тренировочную базу и начали тренироваться, то есть всего на все про все вообще у них в идеале вышло 3 месяца. На секундочку, 3 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь. Это в самом идеальном случае. Но ранее мы с вами также говорили, чтобы для того, чтобы привести человека, создать из него более-менее нормального военного, дать ему навыки какие-то базовые, требуется около полугода. Да, там можно за 2 месяца научить его держать автомат, но это не идет речь о качестве, это идет о количестве. То есть здесь мы понимаем, что в лучшем случае они получили 3 месяца подготовки. Это в идеале. Но я представляю, что Восточный фронт это просто как котел. Постоянно добрасываются российские военные, мобилизированные. Вот они сгорели 6 тысяч, еще добирают, еще добирают. И о подготовке уже речь даже сильно не стоит. Российское издание «Медиазона» сообщает, что из судебного департамента при Верховном суде России была удалена статистика о приговорах, вынесенных за преступления против военной службы, ссылаясь на распоряжение российского Минобороны и ФСБ. То есть, что получается, да, они скрывают от своей же общественности данные, наверное, в первую очередь о дезертирах. О дезертирах, о людях, которые уклонились от воинской службы. Там были призваны, по повестке не явились или участвовали в войне, получили отпуск, уехали домой, не вернулись к оговоренному сроку, к установленному сроку домой, вернее, к месту несения службы. Смотрите, какая логика всей этой истории. Засекречивают всегда там, где есть проблемы. Засекречивают те данные, которые могут косвенно рассказать о действительной ситуации в Российской Федерации. Засекретили сборы и доходы Российской Федерации, золотовалютные резервы, там еще масса разных вещей, по которым можно составить впечатление о экономической ситуации в Российской Федерации. Засекречивание данных по этим людям говорит о том, что значительное количество людей привлечено к ответственности за уклонение от службы СВО на войне в Украине. Если бы людей... Давай так, в обратную пойдем. Если бы такое число было маленькое, то российская пропаганда, наоборот, махала бы этим, как красная тряпка и кричала, вот, видите, на всю нашу родину, матушку, всего лишь пять таких вот злодеев, да, ну или пятьдесят таких злодеев, ну или всего ничего. Но если цифру засекречивать, то, значит, количество этих вот людей, условно правильных, да, которые приняли решение не воевать по разным причинам, их значительное количество и хвастаться российской пропагандой банально нечем. А как вы считаете, с чем связана вот некоторая такая, знаете, избирательность, вот в чем в сети, на некоторых российских каналах порой вот показывают похороны отдельных оккупантов вот с почестями, там, с выстрелами, ну мы помним, как и зэка Вагнера хоронили. Но вот почему тела одних отправляют домой, и родные имеют шанс, ну, купить ладу, конечно же, а другие остаются вот на земле нашей страны, их не забирают. Те же вот мобилизованные россияне говорят, что видят братские могилы, в которых скидываются оккупанты, вот, и просто не вывозятся. Вот они что, не укладываются в бюджеты по гробовым, приходится экономить россиянам, или же они просто не хотят заморачиваться с отработанным материалом, да? А вот я хочу сказать, что буквально маленький посыл сделал. Вы только что в своем кадре в видеоряде показали похороны, да, там, Вагнеровцев хоронят, медальники все, и грамота, да, там, погиб такой-то, такой-то за, там, свободу, независимость Луганска, Народной Республики. Ну, хочется сказать, вот, вот, вот этот вот момент. И россияне, которые вас смотрят, люди, ну, россияне, ну, посмотрите, вы же даже погибаете не за Россию, да, там, когда вас отправляют на войну в Украину, там, в раху ворот, да, защищать Родину, кто, если не я. Слушайте, вы погибаете за какое-то образование, даже не являющееся составленной частью Российской Федерации. То есть оно вот бумажки, просто Луганская Народная Республика. Где это место на карте? Вы хоть все эти вопросы задавайте. За что вы ложите свои жизни, когда идете в Украину? Просто за бумажку, которая подписана неизвестно кем, там, каким-то самопровозглашенным правителем, какой-то самопровозглашенной территории, без юридических каких-то границ, без ничего. То есть задавайте себе эти вопросы. А вот по сути вашего вопроса, я это вижу, скорее всего, действительно, это ввязывается больше в деньги. Потому что есть разные штабы, разные вот эти вот командования, и каждый по-своему видит, как можно с этой историей заработать. То есть человек, который погиб, он числится пропавшим без вести, за него можно деньги не выплачивать. То есть классическая советская догма. Нет тела, нет дела, ну какие выплаты? Вот придет тело, тогда и получите выплаты. Но мы же с вами видели миллионы видео, когда российские военные, они просто в прямом смысле, они просто в земле, и по ним танки своими траками проезжают, и просто это тело бесформенно, да, вот видно только, бушлат, берется и все, в земле. Так это только вот один случай. Сколько котики, собачки доели. А деньги, я уверен, просто делятся вышестоящим командованием и для своей жизни, чтобы все было хорошо. 2 февраля, вот тогда еще исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад гвардии наступления для усиления сил обороны и освобождения оккупированных территорий, конечно же. И вот вчера, позавчера, вот в МВД сообщали, что всего за 10 дней получили более 27 тысяч обращений. Из них заявок от добровольцев на присоединение к бригадам уже более 15 тысяч, а 800 человек уже прошли медкомиссии. Прокомментируйте, пожалуйста, эти цифры. Смотрите, в чем нюанс? Вот эти все вот бригады, это возможность, это такое, знаете, что мы скажем, это интерактив. Поясню, к чему я веду. Интерактив, когда человек не просто призывается в армию, он пришел в центр комплектования, ему там повернись, наклонись, годин там, и на свое усмотрение решили туда, нет, туда или куда-то в другое место служить. А здесь дается возможность людям по своему желанию, вот он хочет служить, да, человек с опытом, или группа людей, группа, которая уже есть военный опыт, они хотят быть вместе, они уже слажены. Это какая-то команда, это какая-то бригада, они уже знают, кто, чего стоит в этой команде, они себя проявили, зарекомендовали, они уверены друг в друге, и они хотят быть вместе, служить в одной, в одном подразделении. И вот такая возможность от нашего военно-политического руководства, хотите, пожалуйста, в такое подразделение, да, там, по граничной службе, вы можете все прийти туда, записаться, служить вместе, это больше стимулирует людей выбирать командование себе под руководством, какого человека они хотят служить. Если они в этой теме давно уже, да, в войне, они уже знают, так, тот командир, не, не, я про него слышал, не, не хочу туда, а вот этот супер, вот этот звездочка, супер, молодец, инициативный, беспокоится о своих подчиненных, вот хочу туда, вот дается возможность выбора людям определить самим свое дальнейшее место службы. Ну и 27 тысяч обращений за 10 дней фактически в гвардию наступления, это те люди, которые будут на передовой, люди действительно хотят идти на передовую и сражаться с врагом, добровольно. Да, так это, да, вы все правильно говорите, действительно, а тут еще такой посыл, что вы можете сами выбрать, где бы вы хотели продолжить службу, потому что центры комплектования, как правило, определяют на свое усмотрение, где есть нехватка, туда и отправляют, там, имеет человек какие-то навыки, не знаю, там, условно, там, он может на тяжелой технике, а его отправляют в пехоту, да, ну, слушайте, отправляют туда, куда нужно, а не туда, где он бы себя лучше проявил. А вот эти штурмовые группы, там, приходят, да, это возможность людям проявить себя. То есть есть 15 человек, они служили еще в АТО, сейчас они хотят продолжить службу в одной команде, все вместе, потому что они проверили друг друга, у них слаживание боевое было, друг друга доверяют. Не будет вот этого, знаете, периода притерки, да, когда притираются, а ты кто, а ты откуда, а ты нормальный, ненормальный, ты не подставишь, ты не бросишь. Вот эти вот все тонкости, то есть они сразу же идут уже мотивированными, подготовленными, понятно, подготовка нужна, и в то подразделение, к тому командиру, к кому бы они хотели попасть изначально. Вот в преддверии Рамштайна Кристофер Хойсген, глава Мюнхенской конференции по безопасности, высказался против любых красных линий предоставления военной помощи Украине. Об этом он сказал в интервью Дольче Велле, в том числе и в вопросах предоставления авиации. Хотел бы процитировать, мы должны ясно дать понять, что если Путин выиграет эту войну, в Украине все не закончится. Он сам, как и его министр иностранных дел, несколько недель назад объявили, что следующей целью будет Молдова. Спросите у стран Балтии. Они ожидают, что Путин в случае его успеха развернет войска в их сторону. Поэтому мы должны быть твердыми, мы должны продолжать поддерживать Украину. Вот это была цитата. Вот так вот уже прямо и без всяких условностей сказал правду. Он понимает уже, к сожалению, через вот такой длительный промежуток времени, он понимает, что война постучится в двери Евросоюза, в эти, как вы говорите, евростеклопакеты, в эти красивые постучится грязная российская военная рука. И придется воевать уже там. Да, сейчас, вот это можно было бы сказать, проблема Украины, но это ваша проблема, вы ее решаете. У нас все хорошо. У нас Старбаксы работают по расписанию, Макдональдс есть, метро работает, перебоев с электроэнергии нету, отпуск запланирован на июнь месяц. А теперь враг у ворот, да? Сто процентов, даже без преувеличения. Враг действительно у ворот. Падает Украина, и в промежутке от трех до шести лет война стучится в двери либо Польши, либо стран Балтии, либо всех стран одновременно. То есть политики и лидеры Европы, они поняли, что война гораздо ближе, чем она была еще в феврале 22-го года, к ним лично. Анна-Лена Бербак, министр иностранных дел Германии, призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, да? Как вы полагаете, вот это такой, ну, своеобразный момент истины для стран? С кем они? Да, я думаю, действительно такой своеобразный момент истины, но у Турции сейчас действительно трудная ситуация с вот этими землетрясениями, огромным количеством жертв и буквально через несколько месяцев в Турции должны состояться новые президентские выборы. И турецкая оппозиция, которая сейчас не избрала себе единого лидера, они планировали ближе к весне собраться и выбрать, имеет действительно все шансы победить. Но единственное, что я не готов прокомментировать, какая у этой вот такой обобщенной оппозиции турецкой имеются взгляды, да, как на Украину, на войну в Украине, как они там видят это все, будут ли поддерживать предыдущую политику президента Эрдогана или там какое-то свое видение, и как они видят взаимоотношения с этими странами, которых, вот Финляндия, Швеция, которые еще не получили согласия Турции на вступление в Североатлантический Альянс. То есть, такой, знаете, период неопределенности, который нужно вот пройти и получить четкое представление, чего же нам ожидать дальше. Сегодня вот во время встречи на Рамштайне, да, в формате Рамштайн, глава Пентагона Лой Достин заявил, что мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной. Некоторые месседжи я хотел бы зачитать. Главные, которые были на Рамштайне, вот 8 стран будут поставлять в Украину танки «Леопард». Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. США, Польша и Чехия также поставят танки в дополнение к уже отправленным. США и Германия, Нидерланды поставят Украине системы ПВО, Патриот, Франция, Италия, Сампти. Вот, но вопрос немножко в другом. Накануне сегодняшней встречи в формате Рамштайн, вот главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный общался по телефону с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. И основной месседж это победа Украины должна означать не только освобождение территории, но и такое усиление украинской армии, чтобы Россия больше никогда не напала на Украину. Вот, что это может быть за усиление, если даже страны НАТО готовы защищаться от РФ только вместе? Мне кажется, Украину может усилить только членство в альянсе, коллективный зонтик НАТО. Вот вы какого мнения на этот счет? Скажу так, военная составляющая это только полумера. Как бы это не прискорбно звучало, это полумера. Только военным путем эту ситуацию не решить. Да, победа Украины должна быть, она будет безоговорочна, но что останется с той стороны границы, со стороны РФ? Останется ли действующая власть в том же формате, в каком она есть сейчас? Если она остается, независимо от того, кто будет президентом РФ, условно, Каспаров, Ходорковский, Навальный, не знаю, кто угодно, сама российская власть, сама российская вертикаль заточена сейчас исключительно на одного человека. Она не предусматривает коллективного, коллегиального принятия решений. Все заточено на президента. Это вот по аналоге, представьте себе, да, есть автомобиль, купе-кабриолет, да, вот у него нет крыши, вот на двух человек он рассчитан. Как ты не подпрыгивай, ты не посадишь туда, там, восемь человек, вы не сможете поехать восьмером, это не микроавтобус, это кабриолет-купе на двух человек. Ну, российский Кремль, это на одного человека. То есть, только от воли президента. И кто бы то ни пришел, я сомневаюсь, что он захочет, нового президента, отказаться от части своих полномочий. Скажет, ой, нет, я вот это убираю, я вот это не хочу, да, там, не хочу влиять сюда, не хочу влиять сюда. То есть, есть великий риск того, что ситуация может повториться, что человек, который придет туда с красивыми лозунгами на красивой волне там какой-то демократии, снова превратиться вот такого вот отшельника, диктатора, узурпатора, как это было с Путином. Ведь помните, 2000-й год, такие правильные вещи, он говорил, да, 2002-й год, у нас нет претензий к Украине, нет претензий к Крыму, мы за то, чтобы дружить с Соединенными Штатами, все-таки Британия, борьба с терроризмом. И тут, знаете, «Ethew moment later», прошло 20 лет, все, Госдеп плохой, американцы плохие, европейцы загнивающие Запад, украинцы это недолюди, вот и все. Ну, еще один вопрос хотел вам задать по поводу того, что происходит в России, там уже несколько месяцев вот идет подготовка к чему-то бомбоубежищу, и вот снова в прессе появляется сообщение, что Кремль приказал готовить укрытие по всей России, вот это сообщение, вот какой эффект для россиян от этих сообщений, на что рассчитывают в Кремле, чего они боятся? Ну, давайте, я это вижу историю, с двух сторон. Первое, это пропагандистки, что мы беспокоимся о вас, на нас в любой момент могут напасть, вот эти все бомбоубежища для вашей защиты, потом такой посыл, что мы вас защищаем, и вы должны идти на войну защищать свою страну, потому что враг придет, будет бомбить вас, ваших детей, которые будут прятаться в этих бомбоубежищах, это один такой посыл, потому что, обратите внимание, а когда еще Российская Федерация так сильно беспокоилась со своих людьми, сколько там людей сожгли на войне в Украине, и всем, извините, по барабану чихать не хотели на это, а тут вдруг обеспокоились с безопасностью. И второй главный аспект, магистральный, это деньги, это денежки, это вот денежки, 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 потому что на обеспечении военных нужд, вообще, российский бюджет выделяет треть своих всех доходов на военные нужды. И вот у обустройства бомбоубежища, я думаю, это такая часть расходов, где можно списать хорошие суммы денежных средств. Поэтому я думаю, что это частично еще и момент для зарабатывания денег. Вот почему у них секретная информация, адреса расположения, да, вот этих бомбоубежищ. Ведь мы помним, когда кто-то подавал там заявки, подавал запросы, расскажите же, где находятся эти бомбоубежища, в той же Москве, то отвечали там тем же депутатам о том, что это военная тайна. Да, все просто. Когда ты все засекречиваешь, это намного легче жить с этим. Да, есть, а будете интересоваться, получите уголовное дело. И намного легче зарабатывать, да. Миллион процентов. Спасибо вам большое за интересный разговор. Спасибо большое. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи.